Музыка Образ женщины как символ красоты, времени и пространства. В столице открылась новая экспозиция художественных произведений под названием «Ана». Выставка на самом деле родилась, потому что она витала в воздухе, и потому что женскому искусству, изобразительному искусству уделяется, по нашему мнению, недостаточное количество внимания. Поэтому мы решили сделать такой проект, который называется «Щи. Она». И собрали две экспозиции. Одна состоит из живописных работ женщин-художников, а другая состоит из фотографий молодых казахстанских фотохудожников. На выставке представлены живописные и графические работы Жаната Монтаевой, Сауле Сулейменовой и Натали Карагос. В своих работах художницы отражают особенности характера разных женщин, их волю к жизни и стремление отстоять себя в этом мире. Основной идеей этой выставки и всей экспозиции, когда мы отбирали работы для этого проекта, мы руководствовались тем, что женщина создатель по природе, по своему назначению, потому что она приходит в мир для того, чтобы давать новую жизнь, для того, чтобы создавать что-то. Напомним, выставка будет работать до середины августа. Королевский театр Кавенгаден опубликовал фрагмент выступления молодых, талантливых артистов, участников образовательной программы театра Джет Паркер. Зрители из разных стран могут посмотреть полную версию их выступлений и открыть для себя звезд будущего. На сцену вышли Масабанэ Сесилия Рангванаша и Андрес Пресно. Они исполнили дуэт из оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос». В летнем концерте Джет Паркер приняли участие и другие артисты. Неца-сопрано Стефани Уэйк Эдвардс и тенор Филиппе Ману выступили в дуэте из оперы Даницетти «Лукреция Борджа». Александра Лоу и Егор Журавский представили фрагмент из оперы «Гуно» «Ромео Джульетта». Кульминацией концерта стала сцена второго акта оперы «Фальстаф» Джузеппе Верди с участием всех нынешних молодых артистов Джет Паркер. Торжественный вечер прошел с участием приглашенных дирижеров Марка Элдера и Ричарда Хеттерингтона. Питерская школа режиссуры и взгляд современных дарований. Карагандинский театр имени Станиславского готовится к новому сезону. К полюбившимся постановкам уже в конце сентября добавится спектакль «Валентина в день» по пьесе Ивана Вырыпаева. Работе над спектаклем посвятят весь август. Воплощать действия на карагандинской сцене будет выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства Аршад Аликперов. Следом эстафету перехватит азербайджанский актер и режиссер Тургай Велизаде. В Караганде он поставит комедию Мольера «Жорж Данден». Примеры намечаются на конец ноября. Под занавес календарного года зрители шахтерской столицы порадует постановка «Пергюнд» от Джона Блонделла, режиссера из Соединенных Штатов Америки. Начнем, наверное, в февраль-март. Карла Гоц и «Принцесса Турандот» – это театральный праздник. Это давнейшая моя мечта – работать с артистами на этом материале. И я, наверное, начну с этого, как постановщик. С режиссерами о спектаклях театры договариваются заранее. Это длительный процесс обсуждений, согласований и творческой работы. 91-й сезон в Карагандинском театре имени Станиславского порадует зрителей шестью вечерними спектаклями и новогодней сказкой. В планах добавить в репертуарный лист легкие комедии положений. В новом сезоне очень молодые режиссеры будут работать с нами. Это Раша Махатаев. Он сам казахстанец, но живет сейчас в Питере. Сейчас он отсматривает материалы. Скорее всего, это будет современная драматургия для молодежи. Потом приедет Фархад Молдогалиев. Это сейчас очень трендовый, модный режиссер в сфере театрального искусства. География приглашенных режиссеров расширяется каждый год, говорят в Карагандинском театре имени Станиславского. Так, в 91-м сезоне в Караганде представят творение молодого режиссера из Кыргызстана Улан-Мырзы Карыбаева. Воплощать на сцене театр он будет спектакль на основе произведений Чингиза Айтматова. Идут сейчас переговоры с другим режиссером о постановке театрального романа Булгакова. В 2023 году театр имени Станиславского планирует пригласить для постановок в Караганду режиссеров из Китая и Японии. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 13 августа в театре-студии Оркен состоится танцевально-драматический спектакль «Любовница». Артисты «Ля Боэма» 15 августа проведут театральное действие «Живой спектакль». 15 августа арт-убежище «Бункер» отметится постановкой «Я выбираю боль». Редактор субтитров А.Семкин